Всем привет! Сегодня я вам расскажу о своих парфюмах компании Zara. И сегодня это видео будет только о парфюмах этой компании. И, конечно же, я начну сегодня свой обзор и рассказ с двух парфюмов. Это туалетные водички. Но для начала я вам расскажу вообще, как я познакомилась именно с этой компанией и именно с ароматами. Конечно же, знакомство мое произошло чуть больше года назад. Мне нужен был парфюм. И, собственно, посетив магазин Zara, туда я заходила за одеждой, мое внимание упало на полочку с парфюмами. То есть там был очень большой такой стеллаж, по-моему, в три яруса. Весь он был заставлен разными ароматами. И меня, конечно, привлек дизайн. Когда я уже подошла к полочке, начала рассматривать, увидела парфюм. Все вы знаете, что мне нравится аромат Ariflame Бобы тонко. Но, к сожалению, его сняли с производства. И у нас в России его невозможно приобрести. И, естественно, я искала ароматы, которые могут, скажем так, походить либо сочетать в себе ноты бобов тонко. Внешне аромат, про который я хочу рассказать, первый, его здесь нет. И это аромат Violet Blossom. Если вы наберете Violet Blossom, все названия я напишу под этим видео, то вы найдете аромат в такой же кубике. Это стекло, кстати. Вот здесь будет написано Violet Blossom. Оно будет такого, знаете, темно-фиолетового цвета. И что же я хочу рассказать про тот аромат Violet Blossom. Он относится к группе цветочных ароматов. Он содержит в себе вишню, ноты магнолий и бобов тонко. Конечно же, очень приятный аромат. И когда я приобрела этот парфюм, я просто поняла, что компания Zara выпускает достаточно бюджетные варианты, но качественные продукты. И после этого, как раз таки, вот вы уже видите два использованных бутылька. О них я сейчас тоже вам поведаю, какие нотки они содержат. Очень мне понравились эти ароматы. Наверное, я готова покупать просто эти ароматы, чтобы они у меня были обязательно в моей, скажем так, ежемесячном, в моем использовании. Потому что это просто потрясающие, насыщенные, терпкие ароматы, которые просто не похожи ни на какие. И самое главное, что они качественно изготовлены. И звучат очень долго, несмотря на то, что это туалетные воды. Так, давайте, наверное, начнем по порядку. Второй аромат после Violet Blossom был как раз таки Tubi Rose Summer. Как вы можете видеть, там на дне еще немножко осталось. Все достаточно лаконично сделано. И здесь вы можете видеть, на крышечке фокусируется плохо. Написано Zara. Пульверизатор хороший. И само стекло такого, знаете, нежно-оранжевого цвета, как летний закат. Вот. Что же хочу сказать про сам аромат Tubi Rose Summer. Это аромат 2019 года. То есть он относительно не так давно был выпущен. Кстати, вся парфюмерия Zara сделана в Испании, что немаловажно. И этот аромат Tubi Rose Summer относится к группе также цветочные ароматы. Верхние ноты у нас черная смородина, средняя тубироза и базовые нотки сандал. Что хочу вообще сказать про эти ароматы. Данные ароматы, именно относящиеся к группе цветочные, очень насыщенные, такие терпкие. На мой взгляд, они вообще фужерные ароматы, очень приятные по именно ароматической составляющей. И самое главное, они не похожи друг на друга. Хотя ароматы, которые содержат ноту Tubi Rose, конечно же, где-то перекликаются. Понятно, потому что нота одна. Но эти ароматы очень хорошо держатся на одежде, на коже и даже на волосах. То есть на следующий день, если вы не мыли голову, к примеру, то у вас этот аромат останется. Никакого раздражения он не вызывает. Приятно пахнет. И вообще достаточно качественный парфюм. И давайте пойдем с вами дальше. Следующий аромат, который был куплен не так давно, но я его уже использовала. Это новиночка тоже относительно не такая давняя. Deep Garden. I'm the first notes of spring. Здесь написано, да, что это парфюмированная вода. Кстати говоря, Summer Tubi Rose, по-моему, все-таки туалетная. Да, вот это вот Summer Tubi Rose, это туалетная вода. Так же, как и Violet Blossom. А вот эта водичка Deep Garden, это у нас уже парфюмерная вода. Здесь у нас заявлены нотки. Во-первых, аромат, конечно же, заявлен как группа свежих ароматов. В аромате Deep Garden содержатся такие нотки, как груши, туберозы и бобов тонко. Когда я тестировала данный аромат в магазине, я не знала, почему он мне безумно понравился, но, конечно, ноты бобов тонко дают о себе знать. Аромат достаточно свежий, интересный, хотя я, честно вам скажу, я носила его осенью. Именно вот этой осенью, которая сейчас уже у нас плавно перетекла в зиму. И аромат очень насыщенный, интересный. Его можно, в принципе, все ароматы Zara можно носить в любое время года. В отличие от аромата Violet Blossom, который относится к группе вечерних ароматов, на самом деле я носила его и днем, и утром, и вечером. В общем, разницы никакой нет. Самое главное – это ваше настроение. Итак, давайте же пойдем дальше. Сохранила специально коробочку вам показать, как это все красиво приходит, выглядит. Итак, здесь, кстати, у нас с вами 30 мл. Не стала брать большой, потому что не знала еще, насколько он мне подойдет или не подойдет. Итак, следующий аромат, и вы можете видеть, это уже Ebony Wood, и это у нас крем для рук, крем-гель для рук. Здесь у нас с вами все запечатано. И хочу сразу сказать, что данный аромат я тестировала именно парфюмерной воды в магазине. И хочу сказать, что аромат очень приятный. И, конечно же, здесь у нас содержатся нотки розового перца, гвоздики и черного дерева. Вот не знаю уж, гвояковое это дерево или дерево уд, надо читать подробно состав. Данный аромат, выпущенный, кстати говоря, в соавторстве с компанией Joe Malone, кто знает, тот поймет. Вот, можете почитать. Это очень интересный у них такой маркетинговый ход, но аромат, конечно, потрясающий. И это у нас с вами крем для рук. Вот так вот он выглядит. Кстати говоря, здесь все запаяно. Вы можете тоже видеть. Вот, так что мне еще, конечно, присмотрелся сам аромат Эбони Вуд, но там не было маленького размера на затест, 10 мл. но если увижу, я, конечно, его приобрету. Так что покупочка очень хорошая, также можно использовать на подарок. И последний парфюм, который также не такая, я так понимаю, новиночка. Не так давно вышла эта новинка. Это водичка Woman Le Eau de Toilette. Вот вы можете видеть, как выглядит сам флакончик компании Zara Woman Le Eau. Очень интересно переливающийся. Вот вы видите сейчас правильное освещение, то есть здесь розоватые такие, потом вот идет зелененький и голубоватый оттенок. Данная водичка относится к типу свежих ароматов. И здесь у нас, конечно же, нотки лимона присутствуют, нотки ананаса и мускуса. Аромат мне с первых нот понравился в магазине, я не думаю его взяла. Кстати, здесь очень большой объем. Сейчас я вам скажу точно сколько. 100 миллилитров, чтобы не ошибиться, потому что бывает и 120, но не у Zara. Вообще, в принципе, бывает. 100 миллилитров флакон и цена была на него небольшая. Вот, что же сказать, очень лаконичный такой простой флакон интересный и очень интересный многогранный аромат. Использовать я, конечно же, собираюсь его не только в летний период, но и сейчас, в зимний период, когда хочется каких-то праздников какого-то, ананасов, шампанского, мандаринки, цитрусы. хочется побывать, конечно же, очутиться на каком-нибудь круизном лайнере и чтобы погода была солнечная и все было замечательно. Собственно говоря, вот такой вот обзорчик на парфюмерные и туалетные воды от компании Zara. Кто уже пользовался, поделитесь своими впечатлениями. на самом деле компания очень хорошая в плане парфюма и достаточно качественная. Конечно же, я перебробовала, протестировала многие ароматы Zara именно в магазинчике, но, конечно, не все ароматы мне подходят, не все нравятся, но в силу того, что я люблю различные нотки. Конечно же, мне больше нравятся терпкие ароматы, фужерные, но бывает, что и свежие у меня тоже очень даже по пути. Ну что ж, всем хорошего дня, всем пока!